Всем привет! Сегодня 7 июля 2017 года. Как обычно, за моей спиной находится дом Лейна 16 дробь 1. И вот ко мне обратилась жилец нашего дома. Представьтесь, пожалуйста. Крамзина Елена Венировна. Елена, вы не скажете, какая проблема сложилась сегодня у нас? Посмотрите, Валерий Николаевич. Ремонт несколько месяцев назад закончился. Строителей никаких нет. Вот такой вот у нас контейнер стоит. Занимает два машиноместа. Занимает просто территорию. Мы даже, скажем, не нуждаемся в таких вот арт-объектах здесь у нас во дворе. Здесь не должно быть. Это находится рядом. Детская площадка. Что угодно здесь может произойти, когда бесхозные строения оказываются во дворе. Со мной согласны? Да, я абсолютно согласен. Естественно, мы не знаем, как жильцы, что там в данный момент хранится. Какая мне разница, что там хранится. Его здесь не должно быть. Ну и тем не менее, он еще и занимает место. Место для стоянки машин. Нас никто не спрашивает, надо нам это или нет. Мы считаем, что не надо. Если бы они хотя бы арендную плату тогда платили, что ли, вот жильцам 18-го дома, эти бы деньги пошли бы под разное благоустройство. А подсыпку этой территории? Подсыпки территории. Они заняли места, которые, скажем, недоступны даже подъезду экстренным службам. Понятно. Понятно. Еще тогда один вопрос. А как давно строители уехали? Когда вы в последний раз их видели здесь? Наверное, в конце зимы. Ведь давно этих уже нет. А это не те строители, которые занимались электрической частью? Да, это те, которые занимались. А ну все понятно. Значит, у нас уже два с половиной месяца прекращенной работы. То есть это примерно начало мая месяца. Где-то так примерно. В последний раз здесь были они, да? Просто они, видимо, придумали... Бесплатное место хранения своего оборудования, наверное. Ну, это самое безобидное для нас, что на самом деле, не знаю, это нехорошо. Я бы так вот, скажем, вы бы себе придумали взять, что, скажем, построить или поставить в чужой двор, не спрося, надо это или не надо. Это же ненормально. Это никому не надо. Понятно. Я хочу сказать, что на этой неделе я обращался в нашу управляющую компанию и тоже задавал этот же самый вопрос. Мне также сказали, что они ответят, они не знают, чей это контейнер. Спасибо большое. Давайте тогда обратимся в правоохранительные органы, пусть разыскивают. Хорошая идея. Вообще должны быть какие-то опознавательные знаки. Да. Хотя бы номер телефона, чей контейнер, что за предприятие. Хотя бы жильцы могли бы обратиться. Может быть, тогда пускай. Точно так же об этом контейнере знал бы и участковый, и наша управляющая компания. Да, кстати. Спасибо. Спасибо большое, что обратились. Пускай. Спасибо. 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 Спасибо.